Добрый день! Сегодня 14 июня 2023 года. У меня письма 31 мая. Извините, пожалуйста, чего-то я сильно занята. Здравствуйте, дорогая Галина Хищна! Меня зовут Тахта. Мысленно пишу вам это письмо уже несколько недель. Спасибо большое, что написали. Я смотрю и слушаю вас с 2017 года. Ой, как здорово! Ой, как здорово! Ваш оптимизм и советы, а также истории, рассказанные на канале, вселяют в меня надежду до сих пор. Итак, мне 39. Искать отношения за границей я начала примерно в 2012 году. Мой путь замуж за иностранца очень длинный, и в нем было разное. У очень многих длинный. Самое главное, руки не опускаем. Если позволите, поделюсь опытом и надеюсь, кому-то будет полезно. Поможет не опускать руки. Это то, о чем я только что сказала. И если ваше письмо будет этому помогать, как я вам благодарна. Я из Карелии. В шестом году я закончила университет и стала работать психологом в училище. Первая зарплата была 1500 рублей, а хорошие сапоги стоили 4000. Через год я поняла, что надо уезжать. С детства я учила финский язык. С студенткой ездила работать в Финляндию. Это был тяжелый физический труд летом. Сбор ягод. Восемь раз летом я работала в Финляндии. Поэтому мой выбор был очевиден. Тогда я еще ничего не знала об онлайн-дейтинге. Но смогла поступить в колледж, училище, на специальность туризм. И уехала. Какая вы молодец. Я разговаривала с подругой на этой неделе. Ее дочечка в Израиль уехала. Ну, теперь уже, наверное, года два или три. И она сейчас вот тоже работает в туризме. Водит англоязычные группы со всего мира. Даже не группы. Она любит индивидуальные туры. Там было одиноко. Поэтому, когда я на каникулах дома, я познакомилась с мужчиной. Он мне понравился. Я после долгих раздумий вернулась в Россию. Я хотела работать и по специальности. Мой муж был из Москвы. Все вокруг считали, что я вытащила счастливый билет. Ну, Москва – это государство в государстве. Спустя три года, однако, я осталась одна. С двумя детьми. А муж захотел уехать жить в деревню. Да, он шифтинг. Я пробовала. Но жизнь с двумя детьми, три один год, неизвестно, где с туалетом на улице, где зимой до ближайшей деревни можно добраться только на снедоходе, совсем не так я представляла себе свою жизнь. Я училась пять лет не для того, чтобы учиться теперь доить коз. К тому же, жить в деревне нам было негде. Муж жил в гостевом доме, друзей, а свой строить не планировал. Какой интересный, из Москвы переехать в деревню на чьи-то хлеба буквально. Скоро я вернулась в Москву и погрузилась в пучину депрессии. Я жила со свекровью. У меня не было ни работы, ни денег. Так я промаялась год. Муж алименты мне не платил, считая, что его мама меня прокормит. Вот такие у нас мужчины в России. Чем же он вам понравился? Мне кажется, он просто от одной юбки к другой перешел, детей нарожал и решил, что поживу-ка я с этими детьми у друга. Так дешевле. Когда младшей дочери должно было исполниться два года, я узнала, что в детском саду по соседству не хватает воспитателя. Так я устроила дочь в сад и сама вышла на работу. Через год стала работать психологом. В Москве не так просто встретить мужчин, многие уже женаты. А те, которые не женаты, за ним очередь стоит. Те, кто готов встречаться, часто интересуются только встречами раз в месяц. Мало кому нужна женщина без жилья и с детьми. Знаю, что бывает иначе, но таков мой опыт. Бывает иначе, но это редкие исключения. Поэтому я стала искать мужчину в Финляндии. Тогда был один чудесный сайт. Там было так. Ты оставляешь короткое письмо о себе и фото, а мужчины пишут тебе на e-mail. Было очень удобно, удобно. Три раза я оставляла там письма. Каждый раз приходило писемство. Я отбирала 10 самых интересных. Постепенно оставалось 3. Это потому, что вы не были на нашем канале и не знали, что надо написать одно письмо и всем 100 отправить. Потому что по первому письму никогда не определишься. Иногда это просто одна строчечка, как у тебя дела, и, конечно, его отсеешь. А иногда это три листа. И думаешь, нормально или нет, первое письмо вот столько написал. И тоже откинешь. А опыт мой в брачном агенции показывает, что из таких вот неудачных, казалось бы, первых писем могут вырасти очень хорошие отношения в будущем. Поэтому, девочки-лапочки, кто случайно попал на этот канал, пожалуйста, зайдите в плейлист, который называется «Номерные уроки». Там я рассказываю и о стандартных письмах тоже. Писала многое из тех, кто живет далеко, на севере Финляндии. Отцы, четырех-пяти детей, инвалиды, приезжие африканцы. Всегда было парочку, кто присылал сразу фотографии своего достоинства, ужасков. В общем, всякое было. Однажды договорились с мужчиной, что приеду к нему в гости. Купила билет на поезд Москва-Хельсинки и поехала. Уже в поезде получая от него сообщение. Я заболел, температура 40, не приезжай. Как сказала моя подруга после этого, видимо, у него жена передумала на выходные уезжать, потому что он просто не отвечал больше на мои сообщения. Хорошо, что у меня была подруга в Финляндии, и я поехала к ней. Вот чтобы таких сообщений не получать, мы сами билеты не покупаем. Мы мужчинам говорим, оплати мне билет, вот на такую-то дату я готова приехать. В последний раз, когда оставляла письмо на сайте, познакомилась с мужчиной, и с ним все получилось. В феврале мы познакомились, в апреле я уже прилетела в Хельсинки. Это был 16-й год. Мы встречались в течение года. К сожалению, он показал себя как неравновешенный человек, хотя я влюбилась в него. Однажды я не могла прилететь, потому что дети заболели. Он устроил скандал. Билеты на самолет уже были куплены. После этого я перестала с ним общаться на какое-то время. Стоит сказать, что он жил в студии, где было ужасно много барахла в коробках. У него не было даже нормального шкафа. И по-хорошему эти отношения не стоило им начинать. Не стоило им начинать, потому что я вот цветами закрыла тоже наши коробки. Я стараюсь ничего не паковать, потому как у нас еще две недели до подписания. А Лэри почему-то решил, что пора. Ну, я как хорошая будущая жена, как хорошая ни жена, не противлюсь, но сама ни покою. Потому что вот вчера буквально подумала, что ну можно бы зимние обувь в большую коробку сложить, а не у меня в коробках так большую поместить. Но они сейчас наверху на полке лежат, а так будет коробка посередине стоять. То есть даже переезжая думаешь о своем уюте, а есть и люди, которым вот эти коробки не мешают. И мы буквально на прошлом стриме говорили, что да, смотрите, где, в каких условиях живет мужчина и сможете ли вы в таких жить. Он в студии, у вас двое детей, вы где будете их размещать? То есть сразу нужно говорить, хорошо, мой сладкий, если ты в студии живешь один, когда мы втроем приедем, где мы будем жить? Пусть он вам сразу рассказывает, вот у меня денежки на даунпеймент, вот это мы себе можем позволить, вот сюда я перееду до вашего переезда ко мне. А если он им без нормального шкафа обходится, то я не думаю, что он сможет вам создать благоприятные условия для проживания. А мы первые годы очень сильно зависим от мужчины. Про это, пожалуйста, не забывайте, мои хорошие. Мне очень всегда хочется, чтобы когда вы влюбляетесь в очередного мужчину, вы бы себе задавали вопрос, за что я его полюбила, потому что у нас, кстати, есть ролик, который называется «Ни за что, а вопреки, по-моему, так, что мы влюбляемся вопреки очевидным красным флагам, которые потом еще ярче в знамена проявятся». Поэтому я поддерживаю вашу мысль о том, что надо общаться одновременно с несколькими мужчинами, чтобы был выбор, иначе есть риск, что привяжешься к первому, кто обратил внимание. Есть в наших домах такое, потому что вниманием очень обделены, и тот, кто обратил внимание, вот уже за это и влюбляемся. Финны, к слову, небогатые мужья. Средняя зарплата здесь 2500 евро в месяц, 30000 евро в год, и это еще до вычета налогов. А налоги высокие 25-45%. В общем, периодически мы продолжали переписываться. Я же сделала анкеты на многих сайтах и продолжала искать свое счастье. Молодец! Во время ковида все стало на паузу, и снова я вспомнила своего мужчину. Написала ему, решили встретиться. Он помог сделать визу как партнеру, туристов еще не пускали. Но билеты на этот раз я покупала сама, а он все припоминал мне потраченные деньги. Девочки, когда мужчина начинает припоминать вам вот такой случай, что дети заболели, а ты не поехала, объясняйте, что? В первую очередь вы мать. И всегда в ваших отношениях вы будете выбирать детей до тех пор, пока они не вырастут. Не надо позволять мужчине тыкать вас, а ты вот те билеты не использовала. Купи такие билеты, которых я могу дату перенести. Это твоя вина. Ты же знаешь, что дети у меня есть. И вот в Пулково я получаю результат теста на ковид, а он положительный. Они опять разругались. Он сказал, что я неправильно носила маску и прочее. Божечки мои, родные. Я думаю, что я бы сделала вывод, что второй раз меня к этому мужчине не пускает. Видимо, не мое, что вселенная сигнал подает, что ой-ой-ой, туда лучше не суйся. Ну, посмотрим, как развивались события. Дальше я, как всегда, письмо не читала. Я люблю вот перед вами первый раз читать, какие эмоции это у меня вызывает. Это было в начале февраля 2022 года. Очень больная и с разбитым сердцем. Я платила аж 4 300 на ковид в итоге. Я приехала домой. Неделю пролежала с температурой. Желания общаться с этим мужчиной больше не было. К тому же наступило 24 февраля. Самолеты больше не летали. Он вместо того, чтобы сказать мне, что я должна как можно быстрее уезжать, писал, что моя страна самая ужасная страна в мире. Мы рабы. Давайте не будем его за это осуждать, потому что у многих в это время возникло такое же ощущение, что как страна может позволить своему диктатору развязать войну. Пусть это оставим на совести тех, кто поддался вот этому первому чувству, что люди виноваты. Хотя я тоже считаю, что люди виноваты. Они поддерживают же это. Жизнь была разрушена. Все ценности, которые я всегда пропагандировала, были попраны. Надежды на отношения не осталось. Те, с кем познакомилась те дни после начала военных действий, перестали отвечать. Девочки говорили, что очень многие перестали отвечать, потому что вот русская женщина тоже стала восприниматься как токсичная. Но я не привыкла сдаваться. Молодец. У меня двое детей. Ради них мне нужно было постараться. Так, в марте, спустя много лет, я снова подала заявление на поступление в финский колледж. В мае нужно было ехать на экзамен. Не знаю, зачем вы все-таки в Финляндию долбитесь. Финский выучили замечательно. Значит, и другой бы выучились. Граница тогда была закрыта для туристов. Могли поехать только на ВНЖ. В моем случае сотрудники ФСБ час беседовали в кавычках со мной, выясняя всю подноготную моей жизни. И все же мне удалось попасть на экзамены. Спустя полтора месяца я узнала, что поступило. Поздравляй! Сделаю небольшое отступление для того, чтобы вы понимали, как на самом деле это было нелегко. В первую очередь я жила последние 7 лет одна с детьми в съемном жилье. В 2017 я взяла ипотеку в Подмосковье, использовав мат-капитал. Квартиру вместо года строили 4, поэтому мне пришлось жить в Карелии. Кроме этого всего, в 2021 году моя мама заболела раком и ушла за 4 месяца. Примите мои соболезнования. Я знаю, как быстро это может быть. Мой самый близкий родной человек. Папа умер, когда мне было 6. Маме не стало. И тем самым она дала мне, словно благословение, уехать, потому что ее оставить мне было очень тяжело. Иногда они нас вот так отпускают. Хотя это очень большая плата за нашу свободу, конечно. Осталось решить финансовые проблемы, а именно избавиться от ипотеки и накупленных кредитов. Итак, я решила, что буду продавать свою ипотечную квартиру и долю в маминой квартире. Сестра долго не соглашалась. Нужно было начинать оформлять документы, в том числе показывать на счету деньги на проживание как студенту. А денег не было. Как сейчас помню, солнечное утро в июне, когда вышла с собакой и зачем-то открыла онлайн-банкин в телефоне. И вижу ровно ту сумму, которая мне нужна. Спустя год мы, наконец, получили страховую выплату по случаю смерти мамы еще прощальный подарок. Хорошо, что там можно сейчас застраховать человека. В апреле я искала покупателей на ипотечную квартиру. Но из-за материнского капитала и непокашатой ипотеки продать ее было практически невозможно. Сестра к тому моменту согласилась продать общую квартиру. Помогли добрые люди и удача. Мне удалось не только взять отстрочку выплат по ипотеке, но и выделить доли детям в квартире, где ипотека не погашена. Мои риэлторы сказали мне, что такого обычно не бывает. Я даже не понимаю, о чем вы говорите. Но вы, видимо, большая молодец. Раз так получилось, еще и везение присутствует. В августе я получила ВНЖ. Договорилась с бывшим мужем, что он поживет с детьми, пока я буду готова их забрать. И уехала. Молодец, хоть не отказал. Многие же еще и отказывают. Через несколько дней после моего отъезда сестра продала нашу квартиру. И в конце сентября я продала свою, купив взамен квартиру в Карелии. И закрыв все долги. Какая вы молодец. Сделка по продаже длилась с 11 до 21. Ну, 10 дней это нормально. У нас обычно здесь месяц. Причем мы должны были закрывать дом 23. Но из-за того, что хозяйка сама все помеченные поломки ремонтирует сама, перенесли на 27. А 27 это день памяти Джеймса. Я вам много раз говорила, что наши ушедшие, они нам помогают. И вот это я тоже воспринимаю как сигнал сверху того, что, Галя, вот этот дом, в котором тебе будет лучше, чем всегда. Давай переезжай, моя дорогая. Теперь перехожу к самому интересному. К октябрю мне было уже довольно тоскливо. Я училась в маленькой деревне, где было два продуктовых магазина и больше ничего. И хоть учиться было интересно, но в то же время было очень грустно. Надо было что-то еще параллельно делать, потому что занятость помогает нашу грусть устранить до основания из-за тех. И вот такой момент. Я зашла на сайт. А ну вот вы нашли, чем свободное время занять. На сайт International Cupid, на котором была уже 4 года и поменяла, наконец, место пребывания, указав, что живу в Финляндии. Спустя пару дней мне оставил сообщение Фин. Это была огромная радость. Я ответила. Разговор завязался. Спустя неделю мы перешли в WhatsApp, и он позвонил мне в тот же вечер. Он оказался милым, открытым, заслуживающим доверия. Спустя еще несколько дней я предложила встретиться и приехать к нему в гости. Он согласился. 7 месяцев после этого я ездила туда-сюда. 5 часов в одну сторону. Почему вы-то ездили? Почему он не ездил? Мы оказались очень похожи. Он был женат 30 лет. Он говорит, что думает и максимально учитывает мои интересы. В январе он купил путевку на Канары. И это была прекрасная неделя. Он предприниматель. У него свой дом. Он любит животных. Он почти сразу дал мне свою банковскую карту, чтобы я могла ею пользоваться. Он оплатил дорогу моим детям, их визы, переводы бесчисленных документов. Да, он переживает о том, как мы будем жить вчетвером. Плюс две кошки и две собаки. Одна из которых моя. Какой у нас будет уровень жизни? В Финляндии все очень сильно подорожало. Везде все подорожало. Сначала ковид, теперь вот война. В марте дети приезжали на неделю. Это не просто дети, девочки, подростки. И у него никогда не было детей. Но мы готовы обсуждать и решать трудности вместе. У Ларри тоже никогда не было детей. Но то, как я преподношу, что внучка – это счастье, он это счастье так и ощущает. Через два дня у нас свадьба. И после этого я поеду за детьми. Я вас поздравляю! Я практически не наделась, что встречу здесь свое счастье. Моей задачей было скорее устроить жизнь детям. Однако судьба приготовила мне такой невероятный подарок. И я очень счастлива. Рада за вас, моя дорогая. В ближайший год я смогу подтвердить диплом и получать нормальную зарплату. Муж меня в этом поддерживает. Хочется сказать тем, кто находится в сложной ситуации сейчас, не опускайте руки, даже если кажется, что выхода нет. Впереди вас может ждать прекрасное будущее. С уважением и имя. Пойду посмотрю. Мне кажется, там фотографии ваши тоже были. Я очень рада письмам, которые приходят в раздел «Счастливые судьбы». И хорошо, что вы показываете, какой трудный путь вы прошли к своему счастью. Мы пожелаем счастья всем нашим добрым слушателям на нашем канале, которые пришли сюда не для того, чтобы других осудить, а для того, чтобы убедиться, что у других получилось и у меня получится. Я всем вам этого желаю. Спасибо вам за письмо. С вами была Галина Смис. Всего доброго. Пока-пока.